Здравствуй, дорогой друг! Это очередной выпуск ответов на вопросы. Вы их оставляли в парике сатиры без позитива, и я на них сейчас буду отвечать, на самые интересные. Очень много вопросов про Ходорковского, про то, что он заявил, что революция в России неизбежна, про реакцию на это Следственного комитета. Это все не актуально, ребята. И обсуждая Ходорковского, обсуждая его политические заявления, мы просто на руку играем властям, которые постоянно тычут нам, да, Ходорковский, оппозиция плохая. Каким бы ни был человеком Ходорковский, неважно, хороший, плохой, я сейчас не оцениваю. Я оцениваю то, как пропаганда замылила его образ ниже Плинтуса, да, так же, как у Касьянова и прочее, прочее, прочее. В России вообще очень легко, учитывая то, что в руках у властей сосредоточена вся пропаганда, кого угодно закатать в грязь любого народного любимца или, наоборот, превознести кого угодно можно за два месяца. И сделать преемником Путина несложно. Поэтому вопросы про Ходорковского не считаю актуальными, не считаю то, что протесты, я вообще не верю в оппозицию в России, а такие фигуры, как Ходорковский, вообще, к сожалению, не могут ни на что рассчитывать. Говорю, к сожалению, потому что он эффективный антикризисный менеджер, это точно известно, потому как он ЮКОС воскресил. Неважно, как он это делал, главное, что воскресил, сами понимаете, да, то есть сейчас правительство не исполняет никаких реформ серьезных экономических, потому что яиц нет, потому что не понимают, как только они начнут это делать, тут же пойдут недовольства, потому что, ну, не бывает реформ, которыми все довольны, это логично, реформы, это что-то болезненное всегда, но они необходимы России, а их не делают. А вот антикризисный менеджер эффективный бы сделал какие-нибудь болезненные экономические реформы. Иван Павлов, Дмитрий, служил ли в армии? Если нет, то как откосил? Я не служил в армии, в состоянии здоровья, у меня плохое зрение, дальше окулисто я не прошел. Она мне сказала, мальчик, куда тебе? Иди отдыхай. Вот это единственный плюс, который я имею от своего плохого зрения. Ну, насчет армии, насчет службы в армии, я считаю, что оно должно быть контрактной и неприменительно к вопросам о том, что не будет хватать, защищать все площади России. Дело не в этом абсолютно. Именно фишка в том, чтобы работали профессионалы, а не обязаловка. Тогда будет у людей действительно какая-то мотивация развиваться. Руслан Тимохин, как ты думаешь, Дмитрий, к чему мы в итоге придем? Чем и когда этот цирк закончится? Это будет что-то новое в истории России или нечто подобное, что было в конце 80-х, начало 90-х? Я думаю, что того, что было в конце 80-х, начало 90-х, уже не повторится. Просто потому, что сейчас абсолютно другая внешняя ситуация. В 90-х мы жили на эти транше от США. Постоянно они нам пересылали чего-то. Сейчас, разумеется, ни Европа, ни США помогать им не будут. Наоборот, они нацелены на то, чтобы Путин начал их слушаться. Что им больше всего не нравится в Путине, западным властителям, это то, что он неуправляемый. Ему нужен управляемый лидер. Поэтому давление на Россию такое осуществляется. Полностью угроблена наша банковская система, очень дорогие кредиты. Соответственно, это смерть для малого бизнеса, для развития экономики в принципе. Поэтому я не думаю, что будет конец 80-х, начало 90-х. Цирк этот никогда не закончится, потому что все нацелено на то, чтобы снижать запрос требований у населения, снижать вообще их какие-то мотивации протестные, неважно. То есть, чтобы люди не возникали, не пыжились. Сидели бы молча, жрали дерьмо. Блины с лопаты и прочую хурму. Данил Кузнецов, что ты думаешь насчет пропаганды в учебных заведениях России и о слепом патриотизме? Я категорически против того, чтобы в школах, в вузах выливали бы в уши вот эту пропаганду про то, что Крым наш, еще чего-то про Обама-обезьяна. А такого очень много. Я говорю всем школьникам, всем студентам, у которых преподы этим грешат и любят тратить учебное время, по которому вам полагается знание. Они любят это отразить на пропаганду, уж не зная, чем они руководствуются. Тем не менее, любят. Я призываю школьников, студентов, которые вынуждены терпеть подобное, записывать на видео всех ваших этих замечательных преподов и присылать мне в паблик. Я обязательно буду делать обзоры, если качество хорошее, по картинке и по звуку. И не бойтесь насчет анонимности, все будет анонимно. Главное, ставьте камеру так, чтобы вас не спалили. И после пары, после урока берите аккуратно и присылайте в паблик запись этого дебила, который заслуживает всеобщего внимания. Дмитрий Артемьев. Можно ли поподробнее рассказать о том, почему товары резко подорожают в результате введения Платона? Спасибо за ответ. Ребята, это ритейл. Доставка товаров до конечного потребителя в тот или иной торговый центр. Или магазинчик, неважно. Здесь наценка идет именно за транспортировку. Поэтому сюда вкладываются все эти тройные поборы дальнобойщиков. А именно транспортный налог, акциза на топливо, который обещали понизить, но в итоге добавили Платон. И Платон, который тоже добавляет. То есть по самым жестоким оценкам 35-40%, по оценкам дальнобойщиков 15-20%. Будет повышение цен на продукты в результате введения этого тарифного плана. Роман Сушков. Про даннобойщиков, про повышение цены и прочее, прочее, прочее не работают. Не надо прыгать выше головы. Успокойтесь, ищите людей, с которыми можно общаться. Понимаю, что государственная пропаганда отрабатывает, очень эффективно работает. Но не надо думать, что вы в состоянии переубедить кого-то, человека, промытого пропагандой. Почему? Потому что пропаганда работает круглосуточно, без остановки. И у любого дебила с плашкой эксперт на экране телека больше авторитета, чем у вас, даже если это ваши родители. Поэтому особо не переживайте то, что вас не слушают. Пропаганда работает успешно. Но если, опять же, опускать руки и не нести светлое разумное в массы, то массы еще сильнее будут хереть и быстрее, чем это сейчас происходит. Надо противодействовать. Алексей Алыбин. Расскажи, пожалуйста, про добротные варианты пассивного дохода для обычных смертных вроде нас. Спасибо. Я не верю вообще в какие-то пассивные доходы. Я верю только то, что зарабатывать можно работая. Я очень много работаю. Призываю всех моих знакомых, друзей больше работать. Потому что наличие работы и наличие плотного графика помогает избежать дурацких мыслей, дурацких загонов. Вот этого ощущения, что руки опускаются. Но безделье, на мой взгляд, оно во многом рушит жизнь людей. Вот у меня бабушка закончила работать и умерла через 2-3 месяца. Ну, то есть, вот насколько люди старой закалки привыкают к тому, чтобы работать. Не хотят отдыхать, не хотят бездельничать. Поэтому в пассивный доход я не верю. Только работа, работа, работа. Станислав Лепа. Скажи в процентах, насколько заполнена шкала от «я все еще могу жить в России» до «здравствуйте, мне билет в один конец». У меня уже, наверное, 8 из 10, мне билет в один конец. Просто я не могу сейчас себе позволить уехать, должен помогать родителям. Поэтому я скрипя сердце, смотрю, что происходит в моей стране. То, как все это катится в пизду. И стараюсь с юмором ко всему этому относиться. Иногда получается, иногда бывают дни, когда оно хочется повеситься. Но я понимаю, что если я повешусь, то ворота рая будут закрыты для меня. А я православный, и мне нельзя заканчивать жизнь самоубийством. Это грех. Да к тому же это слабость. Надо же дожить до момента, когда эти люди начнут умирать. Вы же понимаете, они не бессмертные, они скоро начнут умирать, и мы будем жить при этом. Вот это кайф. Как поддержать людей, которых подводят под экстремизм, за то, что они против оптимизации школ. Несколько классов должны учиться в одном помещении. Пояснение. Можешь ли ты осветить этот момент и поделиться своим мнением, пишет Антон Мишин. Тема замечательная про оптимизацию. Это повсеместно, не только в школах. Сокращают рабочие места, увеличивают нагрузку на ту или иную должностную позицию. При этом не повышают зарплату. И так везде это называется оптимизация. Сокращение, увеличение нагрузки, неповышение заработной платы. Как относиться и как поддержать людей, которых подводят под экстремизм за то, что они освещают подобное. Надо информационно поддерживать этих людей, рассказывать о том, что творится. То есть до тех пор, пока люди не начнут понимать, что их проблемы схожи с проблемами других людей, как, например, оптимизация школ, или я в видео упомянул про детские сады. То, что там группы увеличивают по детям по количеству, а оставляют в том же количестве воспитателей, нянь. И мне все написали, что да, так и в нашем городе, и в нашем, и в нашем. Поэтому надо единомышленников находить, понимаете. Без этого нет ощущения того, что ваша проблема схожа, тождественна с проблемой других людей в другом регионе. А только за счет этого возможно развиваться. Олег Бочкин. Дим, личный вопрос, не заебало ли тебя вбивать людям в головы очевидные вещи, но при этом видеть, что количество дебилов, оручих в поддержку собственных кровопийц, увеличивается. Увеличивается, к сожалению, да. Но я опять же говорю, это пропаганда, она гораздо эффективнее работает, чем я, потому что там большие деньжища, большее количество народа, 24 часа вещания в сутки, разные программы, спектр выбора. Надо делать то, что в нашем состоянии делать. Не надо грудью на амбразуру кидаться, это, блин, не приведет в информационной войне ни к чему. Надо последовательно объяснять людям позицию, не переживать ни в коем случае. И ни в коем случае не сраться с родственниками, с друзьями, если они не разделяют вашу позицию по политике. Не надо, вот, блин, не смешивайте, это глупо. Вы просто дебил, если вы это скатитесь. Потому что надо избегать с родными и близкими людьми этих тем сложных. Избегать. Потому что, ну, блин, вы потеряете человека ради чего? Ради того, чтобы доказать то, что энергомост Крым сгорел, потому что нагрузка увеличенная, и реально то, что Путин приезжал, водил там энергомост, ни к чему не привело. Хотите на этой почве посраться с мамой и с папой? Это просто верх дебилизма, край дебилизма. Не тратьте на это эмоции и нервы. Общайтесь с сомневающимися людьми. Их по-прежнему много. Если людям делать акцент на конкретные проблемы, они будут видеть то, что у них похожие проблемы, и будут понимать, что да, это просос властей. Здесь надо давить на них, потому что проблема не единичная, как многие думают. Сидят перед тем, как говорят, «Ну вот, у меня там зарплату задерживают». Но это, наверное, только у меня. Ничего подобного, дебил. Это по всей России происходит. В Питере огромное количество закрывающихся заводов, опять же, из-за запчастей из Турции не хватает, для того, чтобы продолжать сборку машин и прочее, прочее, прочее. Павел Шихарев, Дима, обещал в одном из видео рассказать про проекты «Лев против» и «Стоп Хам». Стоит ли жать подобных тем или ты забил на это? Я забил, потому что не надо подпитывать этих ребят, которые живут на гранты, и без грантов бы ничего не делали, и не накручивали бы просмотры себе и прочее, прочее, прочее. Просто не надо. «Don't feed the troll». Вот это, что касается проектов «Лев против» и «Стоп Хам», просто даже не хочу комментировать. Здесь надо промолчать о том, что происходит. Ребята, еще раз повторюсь, чтобы ответить на вопрос, как ты к кому-то относишься, мне нужна цитата конкретная человека, и не могу просто так сказать, как я отношусь к Навальному или еще к кому-нибудь. Это неинтересно и неправильно. Надо в контексте новости все рассматривать. Пишите вот эту цитату про «Анализируй» или события про «Анализируй», скажи, как оно повлияло. Это были ваши вопросики, я на них отвечал. Подробно вступайте в паблик «Сатира без позитива». Он по ссылке в описании к ролику. Сдавайте ваши интересные вопросы. У него было не очень много интересных, но зато то, что выбрал, то выбрал. Спасибо за вопросы. Еще раз жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...